Телеканал КРТ представляет У меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет Меня всегда умиляло это свойство записных революционеров Не обладая никакой реальной властью и ресурсами, говорить так, как будто они уже на троне И за ними стоят многочисленные дивизии и танковые корпуса Впрочем, не стоит придираться к словам подобных персонажей Они не более чем куклы-перчатки западных кукловодов с рукой мирового финансового глобализма, торчащей из известного места В том же формате виртуальной политики выступил на днях и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель С трибуны Европарламента он заявил, цитирую Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины Только после того, как в зале начал раздаваться смех, Боррель поправился Конечно, Белоруссии, безусловно, Белоруссии, о чем я только думал Крайне симптоматичная оговорка Европейские бюрократы не видят разницы между Украиной и Белоруссией, так как в обоих странах цель у них одна Превратить эти государства в рынки сбыта для товаров, произведенных в ЕС И устранить все более-менее технологичные производства, чтобы они не составляли конкуренцию европейским производителям В Украине эта цель уже достигнута, а Беларусь в руки европейских доброжелателей пока не дается Отсюда и заявление о нелегитимности Лукашенко, который, в отличие от громко повизгивающей из Литвы Тихановской Продолжает контролировать силовую и административную вертикаль в Беларуси Не отстают от европейцев и отечественные депутаты 15 сентября Верховная Рада 228 голосами приняла постановление В котором выборы в Беларуси названы несвободными, нечестными и неотражающими волеизъявления граждан Кроме того, в постановлении слуги народа выразили поддержку введению санкций ЕС против белорусского руководства И потребовали освобождения всех без исключения задержанных протестующих Вышеописанный демарш против официального Минска в поддержку Польши и Литвы Увенчала циничная попытка сгладить углы Цитата Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость И придерживается принципа невмешательства во внутренние дела Так-то Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты уважают А суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с пятым по объему товарооборота партнером нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов В последние годы Беларусь оставалась одной из немногих соседних стран, с которыми Украина не побила дипломатические горшки Сегодня ее из этого списка можно вычеркивать А главное, делается это в ущерб экономическим и даже политическим интересам Украины Под угрозой оказывается один из немногих оставшихся рынков сбыта